Добрый день, дорогие друзья! Это видео будет очень полезным, особенно для новичков, поскольку речь пойдет об самом важном инструменте трейдера, об основе технического анализа, об уровнях поддержки и сопротивления. В этом видео я расскажу, как строить эти уровни, что они вообще обозначают, как цена на них реагирует и так далее. Сегодня выходные, поэтому мы с вами не поторгуем, но возможно в середине или в конце видео я вставлю примеры сделок с помощью уровня поддержки и сопротивления. Итак, давайте начнем. Рассмотрим валютную пару USD и японская иена. Итак, как же строятся у нас эти уровни? Мы находим на графике область, от которой цена чаще всего отскакивала. Многие уровни строят только по телам свечей, то есть вот так. А многие также строят уровни по теням свечей, только по теням. Если вы не знаете, что такое тело и тень свечи, то давайте рассмотрим вот на этой свече. Тело свечи – это такая жирная большая область, тень свечи – это небольшая линия. Думаю, это понятно. А все эти построения имеют место быть, но правильнее всего строить именно области. Области поддержки или области сопротивления. Строятся области также через тело и через тень свечи. Вот наша область поддержки. А многие проводят одну, единственную горизонтальную линию и думают, что цена будет от нее отскакивать, как пружинный мячик. Но это не так. Как у нас строятся уровни? Как у нас происходят отскоки от этих уровней? Уровни – это места скопления ордеров. Давайте, например, рассмотрим уровень 107-800. Вот я линию проведу. Смотрите, что у нас здесь происходит. Раз отскок чуть ниже линии, второй отскок чуть повыше линии, третий отскок чуть пониже линии. То есть правильнее строить вот такую вот область. А дело в том, что некоторые ставят свои ордера на несколько пунктов выше или ниже какой-то отметки. Именно поэтому цена может отскакивать как не доходя до уровня, так и немного заходя за уровень. Давайте разберемся немножко в терминах. Я начерчу еще один уровень, точнее тот же уровень, но зеленым цветом. Это у нас будет уровень поддержки. Теперь также начерчу уровень красным цветом. Это у нас уровень сопротивления. Поддержка всегда находится внизу нашей цены, сопротивление всегда находится вверху нашей цены. Давайте я еще один пример нарисую, чтобы было максимум понятно, что такое уровень поддержки и сопротивления. Смотрите, здесь в данном диапазоне цена у нас находится внизу. Поэтому для нашей цены в данном промежутке этот уровень служит уровнем сопротивления. Но потом цена его пробила. И теперь этот уровень для нашей цены стал уровнем поддержки. То есть поддержка и сопротивление меняются от того, смотря где цена находится. Я думаю, это понятно. А также существуют такие термины, как бычий и медвежий. Я многим говорю, что у нас образовалась фигура бычий флаг. Они не понимают, при чем здесь быки. Давайте разберемся. Тренд на повышение, то есть зеленые свечи, это у нас бычий тренд. Тренд на понижение красной свечи, это у нас медвежий тренд. А почему же такие обозначения? Насколько я помню, это поскольку быки подбрасывают свою жертву при нападении снизу вверх, а медведи атакуют сверху вниз. Но это не суть важно, просто запомните, медвежий и бычий тренд. Вот я написал для вас поддержка и сопротивление, то есть запомнили. Итак, давайте теперь разберемся кое с чем другим. Почему же эти уровни вообще работают? Сами по себе эти линии, эти области абсолютно ничего не значат. Дело в том, что на рынке торгуют такие же люди, как и мы с вами. И пользуются они теми же инструментами. Поскольку уровнями поддержки и сопротивления пользуются большинство трейдеров, то есть все трейдеры, поэтому они и работают. Рынок по своей сути это психология людей. Он меняется только за счет настроения толпы. Давайте я покажу к примеру, что я имею в виду. Перейду на тайфрейм 10 минут и я начерчу здесь уровни Fibonacci. Уровни Fibonacci это виртуальные уровни, которые не имеют никакого отношения вообще к ценовому движению цены. Но если мы их начерчим, то мы видим, что цена реагирует на них. Строятся они от максимума к минимуму, как вы можете заметить. И смотрите, то есть это просто инструмент, индикатор в виде уровней. Но уровни сами строятся не по ценовым отскокам, а от максимума к минимуму. И уровни Fibonacci работают, поскольку ими пользуются множество трейдеров. Смотрите. Вот у нас уровни полностью рабочие. Это касается даже линии MA. Это тоже своеобразный уровень. Смотрите. Давайте я нарисую. Возьмем 100. Посмотрите. Эта линия тоже является уровнем. Вот мы видим, как цена на нее реагирует. То есть все эти уровни поддержки и сопротивления работают только потому, что ими пользуются трейдеры. Такой вот вам интересный факт, если вы не знали. То есть, чтобы понять рынок, нужно не просто изучить все эти паттерны, технический анализ, фундаментальный анализ. Нужно знать психологию людей и понимать ее. Психологию рыночной толпы. Теперь давайте рассмотрим вот такой вот пример. Рисую уровень поддержки. Смотрите. Вроде цена отскакивает, отскакивает, отскакивает. И вдруг происходит пробитие. Что же в этом промежутке произошло? Здесь переменилось настроение у рыночной толпы. Большинство покупателей сменили свои позиции с покупки на продажу. И эта котировка стала невыгодной для покупок, поэтому цену потолкнули дальше на понижение. Я вам сейчас объясняю вот эти рыночные движения, чтобы вы понимали более-менее, как устроен рынок. Как происходят эти движения. Уровни, естественно, отрабатываются на всех таймфреймах. Но чем таймфрейм больше, тем значимый у нас уровень. Давайте я, например, нарисую здесь уровни. Это у нас таймфрейм 1 час. Сейчас я вам кое-что покажу. Смотрите, имеем здесь кучу уровней. Но если мы перейдем на таймфрейм 7 дней, то эти уровни, скопление уровней, это станет одним уровнем сопротивления. То есть, чем меньше таймфрейм, тем больше появляются уровней. Но эти уровни будут гораздо менее значимыми, чем уровни на больших таймфреймах. Итак, уровни являются отправной точкой для нашей цены. Но как же мы определяем пробитие или отскок? Делается это на основе прайс-экшена или же технического анализа. Смотрите, допустим, это таймфрейм 1 день. Здесь я рисую уровень сопротивления. И смотрите, образовался у нас паттерн поглощения, который говорит нам о том, что цену толкают на понижение. Явный сигнал на продажу. Ловим огромную свечу на понижение. А также и здесь, смотрите, здесь вообще интересная ситуация образовалась. Здесь происходила борьба между покупателями и продавцами. Продавцы поставили стоп-лоссы повыше этой позиции. В итоге от большинства продавцов избавились, то есть выбили их огромной свечой. И цена пошла дальше на понижение. То есть большое количество трейдеров здесь потеряло свои деньги. И самые терпеливые дождались паттерна, указывающий на разворот. Зашли на понижение и получили огромную свечу вниз. Первым фактором успешности в трейдинге является психология, а второе это терпение. Уровни поддержки и сопротивления не ограничиваются горизонтальными уровнями. Это также может быть нисходящий или восходящий канал. А смотрите, вот у нас уровень сопротивления. Вот уровень поддержки. Видео небольшой ценовой канал, направленный на понижение. То есть минимумы у нас потихонечку обновляются. И цена идет в тренде. В трендовом движении. А и смотрите, небольшой лайфхак. Чем круче угол нашего тренда, тем легче будет пробить наш трендовый уровень сопротивления или поддержки. А смотрите, здесь у нас также виден паттерн поглощения. Цена направилась на повышение. И уверенной свечой пробила наш уровень сопротивления трендовый. Троица трендовые уровни также на пересечении точек, от которых цена отскакивает. На этом полезная информация не закончена. Давайте еще рассмотрим пробитие. Пробитие. Черчу здесь уровень поддержки. И видим здесь пробитие уровня. Вот на этой свече. На пробитиях можно ловить самые безопасные точки входа. Ловить их можно на откате. Смотрите, цена пробила уровень и подошла заново к нашей области, которую она недавно пробила. Здесь очень хорошая точка входа, чтобы зайти дальше на понижение. То есть образовался у нас зеркальный уровень, который можно отрабатывать. А если цена достаточно долгое время колебалась на уровне перед пробитием, то в большинстве случаев, вероятнее всего, произойдет откат. Запомните это. И давайте с вами разберемся, почему именно откат происходит. Допустим, какой-то трейдер, множество трейдеров зашли вот на этой позиции на понижение. Увидели, что цена пошла на повышение и у них появился страх. Они начали закрывать свои позиции, поскольку очень тяжело переносить то, что цена долгое время идет в убытке. Поскольку в этом диапазоне она шла в убытке несколько дней. И трейдеры вышли из позиции, получили убыток и цена пошла дальше на понижение. Опять же действует рыночная психология. Психология рыночной толпы. Все эти уровни и закономерности, естественно, отрабатываются и на меньших таймфреймах. Вот уровень сопротивления. Видим уверенное пробитие. Далее откатное движение. И здесь сигнал на повышение. Но смотрите, здесь цена у нас колеблется на уровне. То есть можно получить минус, если войти на небольшое время экспирации. Но мы видим, что через некоторое время цена пошла дальше на повышение. То есть отрабатывать они отрабатываются, но на больших таймфреймах гораздо все надежнее. Еще один лайфхак вам скажу насчет отскоков от уровней. Чем резче был отскок, тем сильнее наш уровень. Смотрите. Вот у нас уровень поддержки. Видим, что цена к нему подошла. И ее очень резко отсюда вытолкнули. То есть это нам говорит о силе нашего уровня. Сила уровня определяется количеством касаний и силой выталкивания от этого уровня. Если можно так выразиться. Вот мы видим второе касание и отскок. Далее опять же касание, отскок и движение вверх. То есть, допустим, вы вначале увидели вот этот вот отскок. Поняли, что уровень сильный. И здесь уже можно уверенно входить на повышение. Открывать свои позиции. Много информации я говорю. Надеюсь, вы все это воспринимаете. Поскольку у меня много есть того, с чем с вами можно поделиться. И сейчас я рассказываю много чего об уровнях поддержки и сопротивления. А мне кажется, это видео получается достаточно длинным. Поэтому давайте оставим торговлю на следующее видео. А в этом будет только много полезных теорий, лайфхаков и информации. Итак, друзья, всем огромное спасибо за просмотр. Обязательно поставьте этому видео лайк. Подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать следующие полезные для вас видео. Всем желаю всего самого хорошего, самого неилучшего. Всем профита. Изучайте рыночную психологию, рыночные движения. Изучайте технический анализ. Практикуйтесь и выходите в плюс. Всем пока.